Вот смотри, человек хочет быть здоров, и он обращается в медицину, говорит, вылечите меня. Он приходит к врачу, врач должен лечить. Вот сейчас в поликлинике ломанулись, все лечатся. Врач должен. Врач должен. Но при таком подходе вероятность того, что он будет болеть, и ему будет хуже, хуже, и у него будут осложнения и так далее, переводы в хроническую форму. Очень большая вероятность. Велика, да. Я, кстати, сегодня очень хорошую шутку услышала. К врачу приходит знакомый и говорит, я к вам как к врачу обращаюсь. В чем суть бытия? Чтобы лечиться. Я вам отвечу как врач. Лечиться. Но на самом деле для большинства людей после 50 это является сутью бытия. Ну, действительно, ну так. Другая суть. Человек ходит в поликлинику, это его жизнь, это его игра, это его там периодически прокапаться в больничке, периодически, периодически. И это суть жизни человека, потому что других целей и другого смысла у него нет. Но фактически становится очевидным, вот особенно если смотришь на все с позиции, вот как мы на стриме разложили с позиции реальности, да, и с позиции психики. Если мы смотрим с позиции психики, то медицина в том варианте, в каком она есть сейчас, особенно западно-американская медицина, она вообще не имеет смысла. Она глупая. Полностью. Да, это правильное слово. Она уничтожает человека. Либо глупая, либо... Нужна срочная медицинская помощь, потому что, когда человеку больно, он не может сконцентрировать внимание на решении своих психических вопросов. Поэтому боль надо человеку помочь, нивелировать, снять и так далее экстренно. И когда человек уже способен здраво, адекватно рассуждать, когда у него разум все-таки может работать, в это время надо работать с его психикой для того, чтобы вывести и разобраться, зачем нужна болезнь, какую проблему через болезнь решает психика, и пойти навстречу для того, чтобы это убрать. И тогда человек будет поправляться. Но тогда становится очевидным, что фармацевтический бизнес будет не так велик, как сейчас, и не так распространен. И у человека не должно быть сформировано привычки, если что-то заболело, тут же запихивать себя в кучу таблеток. Или бежать к врачу, да. Или бежать к врачу и носить ответственность за свою жизнь на него. У тебя есть твоя жизнь. Есть куча вопросов, с которыми ты можешь прекрасно справиться сам. Есть вариант, когда ты обращаешься, кстати, и тут же, не бежать к врачу, а взять ответственность на себя. Тогда поговорим о платной медицине. Потому что сегодня, пока она бесплатная или страховая, как во многих странах, то человек и бежит к врачу, чтобы отбить назад свои деньги. Это стимулирует вынос ответственности. Это стимулирует заболевание. Заболевание. Это не служит здоровью. Это служит уничтожению здоровья. И психика говорит, слушай, господи, и по-иному. В зависимости, да. Хочешь иметь отсутствие здоровья, я имею отсутствие здоровья. И вот идет нарастание. Будет исполнено. Да, будет исполнено. Вот и нарастают болезни. Хочешь поиграться с полетяжелыми вариантами, пожалуйста. Человек начинает, да, начинает еще даже, может, больше накручивать, чтобы больше поиметь. Да, да. Все, пошла игра. Пошли сети, сети, и ушла рынка. На свою жизнь он уходит сам в то, что он уничтожает свое тело. Аналогично человек ведет себя, например, на дороге. Вот обрати внимание. У нас в стране, например, пешеход всегда прав. То есть вот он как только вылез на дорогу, все, водитель 100% виноват. Даже если будет виноват пешеход априори по суду, что он выскочил, там, бросился под машину. Но владелец является владельцем транспортного средства повышенной опасности. И возмещение вреда здоровью все равно он будет оплачиваться. То есть за мозги вот эти водители. Да, за то, что он тупой, решил покончить жизнь собой или еще что, платит всегда водитель. И человек, просто понимая финансовую выгоду, он просто бросается под колеса. Он не думает, что ему будет болеть. Что он может потерять жизнь. Самое ценное, что у него есть. Он главное слышит, я прав, на дороге я прав. На дороге я прав. Все, эго его раздувается, я хозяин. И ГАИ, между прочим, этому способствует. Вот эти наказания жесткие водителей за пешеходов и так далее. А что дает вот эту вот раздутость пешеходу? Именно эго, которое ему, ну хоть здесь я покажу вам. То есть злость в нем, агрессия в нем. Да, но хоть здесь я вам покажу. Ваше место. Да, да, да. И, кстати, из этого же сейчас стало модным вызывать ГАИ, если машина неправильно припаркована, как сейчас сугробы, негде поставить. Человек припарковался, там на тротуар заехал. Он даже зеленую зону не повредил. Машина никому не мешает. Вызывают эвакуатор. Потому что внутри кипит. Кипит злость. Кипит злость. И человек разрушает сам себя. Чернуха сам себя. Через эти действия. Он плюет в свой собственный колодец. И он же в этих действиях, которые он совершает против кого-то, он в них же сам тонет. Сам тонет. И сам потом болеет, сам потом страдает. То есть за что мне Бог послал? Вместо того, чтобы вот эту злость и агрессию в себе словить, благодаря тому, что он увидел реакцию на машину неправильно поставленную, да, казалось бы, вместо этого он, наоборот, разберись, ты словил, что тебя в этом. Скорее всего, зависть. Давай разберемся с завистью. И все, ты освобождаешься. А человек больше нагнетает. И пошла. И он думает, что он вынес, а он в себя внес чернуху. Чернуху, и все. И потом сам в этом говне тонет. И поэтому вот когда к нам обращаются и очень часто пишут, я сейчас жестко заставляю читать то, что у нас перед консультацией. Просто так уже не берем. Более того, вот как только книги лягут в массовую продажу, да, лягут по магазинам уже, следующие серии, которые пойдут массовым тиражом, будет условие, на консультацию не будет допущен человек, который не прочитал книги. То есть, да, надо отложить на полгода, значит, если тебе надо на время, на прочтение, значит, через полгода обратишься. Да, и цена будет другая, все будет другое. Но на сегодняшний день становится очевидным, что работать с человеком и тянуть его на себе, вести, как мы везли эти годы, очень много людей. И, кстати, очень много мы смогли осознать сами благодаря чатам. Благодаря, да. Да, потому что мы вкладывались, и они вкладывались. Это был взаимовыгодный симбиоз, да. И вот когда сейчас вот эти моменты осознаешь, ты понимаешь, эту часть пути человек должен проделать сам. Ты его на своем горбе в рай не завезешь. Он должен пройти сам. Если он хочет быть здоров, ты можешь указать направление движения. Потому что, когда ты указываешь человеку, ну, помнишь наши отработки, вот теми же самым курением. Я хочу бросить курить. Прекрасно. Вот тебе помогаешь, из психики вычищаешь, у тебя нет уже физической зависимости. Но при этом у тебя есть психологическая зависимость. Ты решаешь проблемы, например, от того, что ты не хочешь делать какое-то дело. Или ты хочешь спрятаться от социума. Или ты еще что-то. У тебя есть свои выгоды. И пока ты с ними сам не увидишь и не разберешься, и осознанно не примешь решение, я не буду курить. Ты будешь бегать курить и говорить, ой, не работает, не работает. А через полгода до тебя доходит, блин, вот здесь я убегаю от себя. Здесь я не хочу заниматься этим делом. А я, если это дело заменю на то, что мне нравится и буду заработать по интересу, то мне сигареты мешают. И как только сигареты тебе мешают. Мозг включается. Мозг включился, да. Человек отказывается от курения, потом звонит, говорит, слушайте. Легко. Спасибо большое. Легко. Вообще никаких проблем не возникло. Уже сколько таких случаев было. Так это еще хороший-то случай. А есть, которые люди через полгода потом могут... У них болезнь из-за курева включается какая-то, да. И тогда уже летят спасите, помогите. И в то же время, да, вы мне говорили, но... То есть вот... А человек не включал мозг. Потому что все равно это внутреннее решение человека. Таким образом, Бог защищается от влияния других людей. То есть, когда мы говорим о тех же техниках влияния и так далее, у них очень ограниченное влияние. И они очень часто наказуемы, да. Как та же самая черная магия. Вот влияние, как та же самая религия. Это наказуемы... Все, что касается ритуалики, да, это наказуемы ритуалики. Отчего наказуемы? Кто наказывает? Наказывает сам себя человек. По-любому. Потому что все мы пришли на равных условиях в эту игру. Мы все представители одной души, одного сознания. Да, да, да. Мы все представители одного целого. Одного. И это целое через плоскость парадокса, через поле парадокса играет в то, что оно друг друга не помнит. И не признает своим, да. Но при этом каждый стремится вернуться к целому. Каждый стремится вернуться к себе, к осознанию в себе Бога. И это цель игры. Игры вернуться домой, да, вернуться к себе. Свернуться. По сути дела, это вот о том, что вот... Да, а потом... Вдох-выдох. Чтобы была жизнь. Чтобы была жизнь. И точно так же дышит вселенная. Точно так же дышит симуляция. Точно так же дышит человек. Точно так же дышит бактерия. Мы все делаем вдох и выдох, потому что мы без этого не можем. Точно так же дышат знания. И знания. Ты получаешь знания. А потом ты их... Вот точно так же, как мы. А потом ты их концентрируешь, сжимаешь. И отжимку выбираешь. Самую семечку. Вот семечко-яблочко, да. Которая дает новое. Наша психотехническая база. Сколько у нас наработано психотехник. Они обалденные. Невероятные. Заход с объективного восприятия уже начинают работать. А потом, когда пока человеку еще неведомо это субъективное, люди вообще не понимают, что такое субъективное. Вот я даже на некоторые комментарии уже в интернете не отвечаю. Я понимаю. Сперва ты читаешь книги, а потом мы будем разговаривать. Просто иначе здравствуй, дерево. У человека нет опыта. Человек настолько вынес себя во внешнее, что он даже не просто не пытается развернуться к себе. Ему страшно развернуться. Страшно посмотреть себе в глаза. Так вот, когда берется психотехническая база субъективного вошел, вроде много-много, как я все запомню, как все. А оно когда-то в состоянии субъективного самого. Этот инструмент, этот, 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 этот. И ты берешь со всех слоев. Потому что для надсознания своя база, для подсознания своя, для глубинных слоев своя. Везде разные инструменты. Как и в хирургии. Да. И в какой-то момент, когда ты уже все осознаешь, у тебя внутри знание, оно сжимается, вот как пазл к пазлу, к пазлу, к пазлу. Математика, да, сокращение. Пошло сокращение дробей. И потом фух, хочу. Да. И сознание, внимание тут есть. Но до этого, чтобы прийти к этому, как делал Иисус Христос, да, для этого надо вот это вот все пройти. Да, да. Если ты хотя бы кусок пропустил, у тебя внутри нет знания, что это работает. И тогда у тебя будет сомнение, что твое хочу будет, достигнет результата. И то, что не дает человеку достичь результата, это то, что он, ну вот я хочу, ну, может быть, получится, тогда будет здорово. Все. Ты сдулся. Не будет у тебя ничего. Ты сдулся. Ты проколол слышал. Ты не подышал, а ты сдулся. Ты лопнул. Ты пытался вдохнуть, а вдох не получился, ничего выдыхать. Вот. И получается, что в данном случае ты все равно не обойдешь. Сперва ты наполняешься. Сперва, а потом, да. Все. Потом ты сокращаешь дроби, сам приводишь в систему у себя в голове. И в какой-то момент ты осознаешь, блин, вот оно, вот оно. Хочу. И это все само срабатывает в обратную сторону, потому что это у тебя тренировано. Да. Это так же, как яблочко. Вот мне что-то на яблоко сейчас. Яблочко, оно зреет, зреет, зреет. Семечки зеленые еще появляются. Зреет, зреет. Наливается. И семечки начинают созревать, чтобы дать новую жизнь. Уже вот оно. Вот это все, все вообще в жизни, все, все едино. Все по подобию. Это настолько изумительно и настолько красиво. И здоровье человека, оно получается полностью в самом человеке. Человек это есть эта семечка, которая либо прорастет, либо она будет пустышкой. Згниет. Згниет. Просто згниет. И ты знаешь, вот когда мы говорим о гниле, меня все время возвращает к ряду программ в человеческой психике, которые, по сути дела, как разные типы болезней, яблок тех же самых, проявляются. И после этого яблоко згнивает, и его семечки уже бесплодны. Одна из таких болезней это отказ от жизни. Вот когда мы говорим про отказ от жизни, это не обязательно суицид. Но отказ от жизни это когда человек обесценил свою жизнь. То есть он настолько ушел в объективное, что он сам для себя потерял ценность. И по сути дела это программы служения. Программы служения это программы полностью обесценивания себя и через это обесценивание жизни. И этому, извини, перебью, просто идет способствует религия. Убрав, что человек не инкарнационный цикл, то есть убрав то, что человек рождается в следующей жизни, обесценивается жизнь самого человека. Обесценивается жизнь. Все. Служение. Служение, да. Вот оно. Можно было не убирать, а просто обойти этот вопрос. Не досказать. Это бы нанесло меньший вред человечеству, чем просто убрать и ограничить. Сказать, есть только день, а ночи нет. А ночи нет. Все. И вот оно. Это ошибка, которая вот обнулила целую цивилизацию. Да. Прикинь. Даже по подобию, если ты посмотришь на деление клеток, была одна клетка, пум, две клетки. Да. Следующая клетка, пум, две клетки. Вроде клетка жила, вот ее нет. Это стало две клетки, и жизнь продолжается, и она бесконечна. Вот везде прописано, что продолжается. Человек нет. Все. Понимаешь, обесценилась жизнь. Обесценилась жизнь. Пошло служение. Я бы, конечно, сказала, наверное, по образу и подобию, это, наверное, ошибка двоечника. Ошибка очень сильно полюбившего власть и не помню в разницу между управлением и властью. Смотри. Ошибка двоечника. Интеллект. Отсутствие интеллекта. Власть только. Все. Взять. Иметь. Не иметь. А на самом деле получается, что управление, оно равно созданию. А власть, оно равно эшафоту. И человек, который увлекся, тогда увлекся ради власти. А знаешь, почему власть возникла и в чем разница с управлением? Потому что хотелось человеку видеть в других людях не свет, не свое зеркальное отражение, а вы говно. Да. И звать вас никак. Да. Вот оно, гордыня. Вот, гордыня. А то, что это люди, которые твои зеркала, и ты зеркала свои делаешь говном, да, заляпываешь. Что ж ты в своем зеркале можешь увидеть? Наверное, принца. Но сам факт. Вот как это дело сыграло какую злую шутку на самом деле. Королевство кривых зеркал. Так работает психика. Ах, ты вот так зашел. На тебе. Получи и распиши. Игрушка невероятная. Игрушка невероятная. Настолько, вот когда смотришь из подсознания, особенно вот сейчас, когда просто уже на человека, я не знаю, у нас с тобой как это называется, профессиональная травма или как это? Искажение. Профессионная, как это? Профдеформация. Когда смотришь на человека сразу из глубины. Сразу семечко видишь, да, в яблочке. Какое яблочко, это какое там, какая семечко, знаешь. И сразу яблочко знаешь. Красивый, красивый. А ты так смотришь на него и понимаешь, так с этим делом не надо иметь это. Это останется декорация, это декорация, это декорация. Это яблочко искусственное, это яблочко. А тут раз, оба-на, вот там росток есть. А тут да. Росток, иди сюда, давай мы с тобой поговорим, давай мы прорастем, да. И не просто же так, мы в чате иногда цепляемся к конкретным мамам, не просто так мы цепляемся на обратной связи, иногда человек на обратной связи, так поднимешь, раскрутишь, что потом смотришь, фух, у человека мозг на место стал. И прояснение сознания, потом уже идет спасибо. Но ты увидел в нем семечку, вот этот росток, этот росток можно поддержать. А когда ты видишь, что все, огни ложку. Да. И, кстати, этот росток еще оживляют, опять-таки, наши книги. Вот это та волшебная субстанция, которая действительно, есть возможность, вот человеку перед тем, как прийти к нам на консультацию, однозначно наши книги прочитать. Это дает, даже вот если уже уголечек там совсем практически затух, вот или только-только вот затухший, знаешь, уголек, а ты на него подул, вот почитал, почитав книги, и этот уголечек проявился. Ведь это так. Ну вот смотри, даже на консультациях у нас были истории, когда мы с тобой понимали, что наша работа, она вообще не будет иметь смысла, если человек не начнет поддерживать огонь. То есть мы выводили человека в состояние уже, вау, зачистили все, но мы понимали, там дохлая лошадь. И сделать из нее человека живого, ну, это должно свершиться чудо. Но это чудо должна свершить она сама. Сам человек, да. Потому что по сути своей, это знаешь, что должно произойти, чтобы вот когда мы видим, мы работаем, видим, что, ну, бесполезна наша работа, в принципе, она будет бесполезна, потому что там не слышат. То есть нету, нету вообще, настолько уже закорела, что не слышит. Зазеркалье не слышит реальность, реальность не слышит. Зазеркалье. Да, по сути это, что, Наташа, отрезание памяти. То, что мы видим при смене тела. Да, 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 да. Вот когда зеркало закорело, тогда отрезается. Да, только отрезание памяти. То есть для этого нужен инкарнационный цикл, как спасение жизни и как спасение той искорки божественной, чтобы она, в принципе, не выпала из инкарнационного цикла. Да, да, да. И вариант выпадания из инкарнационного цикла это отказ от жизни, отказ от себя. Угу. Обесценивание своей жизни. Жизни. Именно жизни обесценивания. Это страшная программа на самом деле. Это то же самое, что, да, на самом деле это страшно. Это то же самое, что человек ложится спать, а утром просыпается, а памяти нет. А памяти нет, обрезал. Страшно? Страшно. Кстати, деменция как напоминает. Страшно, да. Страшно простуться без памяти. А может быть, лучше проснуться с нового чистого листа. Но я не про рождение, а я про то, что когда мозг включается, то, что мы делаем на консультациях, мы людям очищаем. Очищаем, можно сказать, ночь его. Очищаем. Да, ночь. И утром просыпайся с новым ресурсом. А человек что начинает? Цепляться за ночь, цепляться за старый, прошлый день и возвращает, тянет вот этот груз, тянет в новый день. И плотнее, плотнее его коробочка. И по сути дела полтора месяца после консультации смотришь, наблюдаешь, и ты видишь, работает интеллект или не работает. Да. Именно интеллект. Именно. Сразу. Все на интеллекте в данном случае. Интеллект тела, потом интеллект. Интеллект со следующей слой памяти, потом фильтра восприятия. Вот тебе работа бутерброда в чистом виде. Психика отрабатывает, и ты смотришь, есть ли интеллект дал в бой? Все. Работа не имеет смысла. Сиди там, ты сиди. В коробочке свои. По сути дела, если привести образ... Человек живет в грамоте. Ну, за то, что нас критикуют, мы иногда говорим плохие слова, да? Ну, слушай, мы можем говорить какать, человек какает под себя. Но когда мы говорим слово какает под себя, это маленький такой грудной ребенок, такой наивный, такой чистый, такой добрый, да? Но человек же, когда он какает под себя, он же злой, агрессивный, он ненавидит других людей, гордыня, вот это все, зависть прет, да? Ну, разве это какает? Это срет под себя. Да. Все надо называть свои слова. А если сказать этому человеку какает, он подумает, ой, какой я хороший. Он отвлечется на это, как они. Вместо того, чтобы, а когда ты говоришь, посрал себя, да? Обосрался, да. Обосрался. И у него просто, знаешь, у него еще больше взблеска идет. Ну, на самом деле, человеку очищаешь, показываешь, рассказываешь, где человек получает, да, обратную связь. Часть людей сразу отбивают. Нет, это не про меня. Потом начинают все слезы, сопли про меня. Вот тогда надо добить, в унитаз засунуть, чтобы вот эти моменты отбоя, это очень хорошо доходит последние, ну, следующие 2-3 дня общения, когда человек видит вот эти моменты, которые он отбивает, ну, как же, я такой хороший, я же обосрался, но никто не видит, да? А тут нет, подожди, иди вытряси свои штаны, от тебя воняет. Воняет уже, да, да, да. Вот. И пока человек не научится не гадить себе в штаны, а ходить в туалет, да, и убирать за собой ничего толкового не будет. Вот это про здоровье. Но этому надо научить, а медицина этому не может. не учит. Но на самом деле, если брать, это ее прямая обязанность. Без этого человек не будет здоров, будет гнить его жопа. Кстати, кстати, о бабочках. Родители учат своих деток ходить на горшочек, да? Некоторые раньше учат, некоторые в 3 года, я еще вижу дети в памперсе, каждый раз думаю о родителях, для меня это сразу показатель. Показатель. Да. Но у нас же не научено учить и чистить свою психику, чистить свое сознание. А это то же самое. И кто должен учить ребенка? Родители. Родители. Родители учить ребенка, вот эти моменты, когда может быть вспышка обиды, злости, вины. Как с ней справиться, как утилизировать это, как выйти в благодарность. Заметить ее, выделить и с ней поработать, да? Да. Это же все в себе треба. Трансформировать, да? И тогда ты живешь легко в тебе. Ты все время чистишь свое жилище, ты все время чистишь свой мир, постоянно. Ты живешь в чистоте, в красоте, ты цветешь, ты чист, ты не воняешь, ты пахнешь. Да. Между мурашек сейчас осознание. по поводу всех этих благоуханий и всего остального, откуда пришло, из даосских, из восточных и так далее. Ровно этими же терминами, только уже в переводе, когда переводили на русский язык, где-то это все лоснилось, приглаживалось. Ровно так же говорили и даоссы. А ты по-другому не скажешь. Они тоже брали по подобию. И они тоже приводили те же самые примеры. Раскладывали и показывали человеку. А как ты человеку покажешь по-другому мир его подсознания? А он первичен. Вот именно, как ты покажешь его первичный этот, его мир подсознания, не первичный, а мир подсознания, как если ты будешь ему лгать, заглаживать, это какашечка. А ты не обращай внимания. Вот если ты уже будешь его учить лжи, как ты ему покажешь это? Ты его не покажешь. Он просто... А когда ты своим словом называешь, все как есть. Очевидно. Смотри, профессиональная психология. Ну, во-первых, когда я слышу профессиональную психологию, мне сейчас очень много смеха это вызывает, потому что, во-первых, профессиональное, да, слово, обрати внимание, как сейчас получаются дипломы. Мы с тобой получаем, как второе образование, да. Мы два года реально в государственном вузе учимся. За это время, я беру наших знакомых, кто за это время получал образование в России. Дипломированные профессиональные психологи. Хочешь клинический, хочешь еще какой-то... Гештальтерапевт. Терапевт. На терапевта врач. Сколько учится? Шесть лет, плюс там еще разная ерунда. Да, да, там... Только, чтобы называться терапевтом. Гештальтерапевт. С хера ли ты используешь это слово? Да? Это же ложь. Тебе до терапевта, как до верес тарака. Да, да. Ты вообще никаким образом не терапевт. Вообще никаким. Вообще никаким образом. И на сегодняшний день, получается, корки какие хочешь, назову себя как хочешь, профессиональные. И потом смотришь этих профессиональных психологов. Вот как мы комментировали сперва в Инстаграме, а потом плюнули. Человек несет чушь и учит. А ты здесь солги. А ты здесь подстройся. А ты здесь сманипулируй. Вот, вот. Ложь. Ну, ложь на ложь. И потом болей, страдай, развивай дальше. Вместо того, чтобы почистить, ложь, ложь. Ты в сети, в сети. Все страдания дальше. И человек вроде сразу, ой, да, потому что его отвлекли на другие сети, да. Его отвлекли. Он, ой, да. А потом начинает возвращаться свое же опять. И еще добавляется это. Все. Так он нормально почистил еще и психолога. Психолог, как говорилось. Да, да. И нормально. И деньги получила. И деньги получила. Нет, я когда сейчас смотрю, да, столько треша. Я столько треша никогда в жизни не видела, как сейчас. Ржешь постоянно, да. Потому что очевидные вещи, они стали очевидны. Просто реально смотришь вранье, 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 вранье. Но при этом, смотри, мы-то это видим. И казалось бы, мы в своем зеркале видим вранье. А по факту в нашем зеркале есть хоть одно вранье, чтобы нас кто-то обманул или еще что-то? Нет. Нет. В том-то и дело, что нет. Насквозь проходит, туда-обратно. Ты просто можешь у человека вскрыть это. Так почему мы и видя, смотря на человека, мы сразу видим семечку? Прозрачность. Прозрачность. А что дает прозрачность? Искренность. Искренность. А что надо, чтобы прийти к искрению? Вот спрашивают, что надо, чтобы прийти к искрению? Интерес. Интерес – это само собой. А второе, смотри, сколько мы работали с собой. Да. Три года, 18 часов. Да. А что может дать это? Интерес. Интерес. Это дает интерес, но и это дает работа. Конечно, конечно. Путь, движение. Мы же из своего интереса поставили сеть курсов из глубины. Вот здоровье и молодостью из глубины и так далее. Да. Мы систематизируем наши знания, да? Да. Мы их уплотняем. Это не значит, что мы будем повторять что-то из других курсов. Да, да, да. Мы их уплотняем. Те курсы людям все равно понадобятся, потому что они все равно без вдоха должны созреть. Не будет выдоха, а должно вызреть это. Это как осознание вызревает. Потому что они потом будут собирать это все пазликами, да? Они будут сокращать дроби. И они потом придут к состоянию, что у меня это, да, я сказала, и это так будет, да? Но они к этому придут без вот этой базы. Они не придут. Но нам сейчас интересна самим систематизация, да, уплотнение, вот это, складывание. И одновременно, что нам интересно? Одновременно работа в коллективном. Потому что наше первое зеркало – это наша объективная реальность. Это наше коллективное. И если мы в коллективном… Наша семечка. Да, семечка коллективного. И если мы работаем через группу, то ты в консультации не достигнешь такого эффекта, который достигаешь через группу, когда ты одновременно зачищаешь огромный кусок зеркала. И ты понимаешь, теперь я и в этом, через это зеркало смогу видеть семечки. Теперь я и через эту призму смогу видеть. Вот что мы и предлагаем людям, когда создаем свои курсы, они в первую очередь нам нужны, а мы предлагаем людям вместе с нами идти, вместе с нами. За это они получают скидку. Вместе с нами. Да, вместе с нами и очищать себя. И так огромный пласт счищается. И даже если не ведется прямая работа с человеком, как сейчас у нас спрос превышает предложение, соответственно, если даже не ведется прямая работа с человеком, человек получает 20 кусков зеркала. По-любому. По-любому. Если ты там оказался, ты это получаешь. Да, да, да. И ты это получаешь, ты это прорабатываешь. Более того, ты никак не научишься иначе работать с людьми, как работаем мы. Выворачивать, поднимать наизнанку вот это. Словить суть. Кто тебя этому научит? Суть эту, как словить. Да, да, да. Это ж ты не в книгах не прочувствуешь. Прочувствовать, пронюхать ее. Да, вот именно прочувствовать, пронюхать. Нигде. В книге они подводят, они очень хорошо подводят. А курсы именно дают взять вот эту суть. Да. Потому что ты проживаешь сразу на опыте. А твой собственный опыт… Двадцати жизней. Да, двадцати жизней. И ты сразу с опытом влетаешь в подсознание. Да. А влетаешь благодаря чему? Благодаря тому, что тебя туда привели. Да. Потому что сам ты туда не войдешь. Потому что, чтобы войти туда, надо уже иметь чистое зеркало. А так ты, получается, через эту призму можешь видеть, слышать, ощущать, осознавать и так далее. Потом ты выйдешь из этого состояния. Возможно, второй раз тебе сложнее будет в него входить. И самостоятельно может не получиться. Но ты был, тебя вели, у тебя остается запись. Ты можешь это восстановить по-любому. Ты можешь это оттренировать. Ты можешь очистить свое зеркало уже на этом. И наработать практический опыт работы с людьми именно практический. Потому что мы до практики. Мы все через практику делаем. Да, да. И знаешь, я иногда, когда оглядываюсь назад, я понимаю, как мы рисковали. Я понимаю вообще то безумие, с которого начался инфодайвинг. Если бы не было интереса, нас бы уже давно похоронили. Распяли бы и прибили бы. Но так как мы валили на пролом, и нам было на все пофиг, нам было просто интересно. Нам некогда было бояться. Мы просто очень много работали и валили на пролом. И на сегодняшний день все наработки, которые сделаны... Это был чистый интерес. Мы валили в чистом интересе, как дети просто. Ну и не валили, мы валим в нем. И валим, продолжаем, конечно. На самом деле ничего не изменилось. Изменилось, знаешь ли, что? Я на сегодняшний день осознаю ценность наработанного материала. Я осознаю то, что... Вот даже последнее озарение. Реально инфодайвинг будет восприниматься как основа основ для новой цивилизации через 300 лет. Даже не 100. То есть уже это сформировано, уже это есть. Для роботов-автоматов это уже предусмотрено в сценарии, который будет. Но это будет 24-й век. Да, да. А вот. Ну мы на сегодняшний день в 21-м. Значит, в 21-м мы будем продолжать валить по интересу, как нам нравится. Но мы уже знаем. Но мы уже знаем это. Мы уже знаем, потому что это уже создано. Единственное, что это можно приблизить, если мы все-таки осознаем, как запускается время. А мы тоже наполовину дошли, да? Осталось разложить математическую часть. Даже вот это в 24-м, это уже об этом говорит. Мы шагнули туда. Да, да. Уже туда залезли. Да, кстати. Потому что все есть здесь и сейчас. Вопрос, во что играем дальше? Главное знать, во что играем. Знать, во что играем, потому что это идет прямое создание. Да, прямое создание. А мы же ведь на самом деле нас разучили, и мы разучились мечтать. На самом деле создавать мы не можем мечтать, потому что мы все под. Мы все в зависимости от погоды, от условий. Мы все под. Когда ты находишься под, у тебя уже обрезано создание. Ты уже просто перестаешь мечтать, перестаешь. Потому что бессмысленно для тебя получается. Вот, опять-таки, приходим к тому, то же самое, что и сделала и религия, убрав инкарнационный цикл. Все, то есть ты конечен. И вот она смертность. Вот она, и появилось время, сколько человек живет. Это тоже все конечность. И мы все время упираемся в эту стену, в эту скалу конечности бытия. Единственное, что ты можешь это расширить осознанно на свой внутренний мир, сделав из конечности бесконечности, захватив коллективное под себя. Да. Но это надо осознать только. Тогда нет ни одной точки психики, которую ты не осознаешь. Когда ты вышел за пределы. Тогда ты выходишь за пределы. Да, да, да. А осознать, вот как сейчас мы осознавали, что такое Бог, что такое абсолют, что такое разум, что такое сознание. Мы это все писали в книге. Одно только осознание Бога, уже сколько формулировок. Да? Да. И на сегодняшний день мы приходим к новой формулировке Бога, да? Да. И когда мы приходим к ней, когда начинает раскладываться движение, когда начинает появляться время, когда начинает возникать математика уже с углами поворота и со всем остальным. Школьный курс физики приходится вспоминать, блин. И понимая, что так или иначе, вот мы все равно это осознаем. Мы все равно это распишем, все равно это будет сформулировано, это останется все равно в книге «Парадоксальное восприятие». А вот, но это возможность еще дальше расширения психики. Да. Это возможность расширения, когда ты понимаешь бесконечность. И на самом деле мы с тобой в своем интересе, ведь мы не ученые, да? Нас невозможно назвать вы физики, вы химики, вы астрономы, при этом вы медики, да? При этом какие знания достаем мы? Какие осознания именно из той области, где, да, но мы видим что? Мы видим искажения. Где обман. Где обман. А мы на самом деле благодаря своим искреннему интересу мы достаем чистое знание, да? И тут же видим, как они искажены в мире. И вот точно так же человеком мы видим его настоящего и видим, как он искажен в мире. А смотри, как прикольно, когда мне задают вопрос. Да кто вы? Кто вы? Как вас представить? Многодетная мать. Я просто мама. Вот, наверное, единственный статус, потому что все остальные статусы, они даже звучат глупо. Ты знаешь, я не просто мама, я бы сказала, вот если бы не так, кто вы? Женщину. Вот у меня бы так было. Я сразу вспоминаю кучу своих детей, говорю, многодетная мать. У тебя, да. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах